Друзья, снова всем привет! Сегодня мы покажем вам, как мы будем закрывать в зимний период помидоры черри. Вот такие вот малыши. Сегодня купили на рынке по 40 рублей за килограмм. И вот таких малышей мы закатаем в банке. Сейчас мы обязательно расскажем вам рецепт этот. Но перед тем, как рассказать, обязательно подпишитесь на канал, поставьте свой лайкосик. И если у вас есть свои рецепты, как вы черри закрываете, обязательно пишите комментарии. Мы с удовольствием их прочитаем. И в следующем году закроем помидоры по вашему рецепту. Ребята, вот эти все ингредиенты, все буду рассказывать по ходу видео, а также в описании будет все написано. Откройте описание и почитайте. Ребята, читаю рецепт на одну литровую банку. Значит, уксуса 50 грамм, сахара 2 столовые ложки с горкой, соль 1 чайная ложка с горкой, чеснок 1 зубчик, вот он чесночок, перец душистый горошек 1 штука, вот он душистый перчик, лавровый лист 1 штука, гвоздика 1 штука, вот она гвоздичка. Хрен, листики смородины, вот она смородина, листики вишни, по одной штуке. И укроп, зонтики, петрушка, вот она петрушка, вот он укроп. Но это будем уже регулировать на глаз. Ребята, вы должны заранее простерилизовать баночки, а также крышки. Как это все стерилизовать, у нас есть отдельное видео на канале, поэтому ссылка будет в описании, а также в конце видео будет рекомендация. Сейчас мы на стол поставили 3 банки литровых, и сейчас будем наполнять каждую вот этими всеми ингредиентами. Сейчас мы вам все наглядно покажем. Значит, взяли 1 зубочек чеснока, разделили на 2 части и кладем в баночку. Немножечко добавим горького перца. Добавим 1 лаврушечку, 1 листик смородины, 1 листик вишни, 1 гвоздику, 1 душистый перчик. Возьмем немного хрена, регулируем все на глаз, количество хрена. Теперь кладем 1 зонтик укропа. Если большой, кладем 1, если маленький, то пару штук. Теперь добавим петрушку, несколько веточек. Это все дело нужно уложить в баночку. Вот так вот все укладываем. Теперь начинаем в баночку укладывать наши черри. Мы сделали для черри вот такую маленькую подушечку. И теперь их будем укладывать спать на зимний... В общем, до зимы будут они у нас спать в банке. Теперь, чтобы больше их влезло, нужно баночку вот так вот пошевелить, постучать, утрамбовать помидорчики. Помидоры, ну вы же поняли, заранее должны помыть их. Чтоб они были чистенькие. Так, укладочку помидорчиков сделали. Посмотрите, сколько штук тут вышло. Штук, наверное, 15 точно в баночке. Теперь нам нужно их залить кипятком. Итак, несколько баночек мы уже набили помидорками. Довели водичку до кипения. Теперь наливаем кипяток в банки. Делаем все аккуратно. Водички чуть-чуть не хватило, но для этого у нас есть еще запас воды. Вынимаем растерилизованные крышки и накрываем баночки на 15 минут. Прошло 15 минут. Теперь нам нужно эту воду слить. Для этого у нас есть вот такая вот крышка специальная. Она недорого стоит. Вы можете купить ее на рынке и очень удобно ей пользоваться. Теперь сливаем всю водичку со всех баночек. Ставим вот эту вот воду, ну почти рассол, значит, на плиту. И ждем, когда вода эта еще раз закипит. Вода закипела. И теперь повторяем всю ту же самую процедуру. Разливаем воду обратно в банки. И даем после того, когда зальете, да, 15 минут опять даете отстояться банкам всем. То есть все то же самое, как и в первый раз вы делали. Прошло еще одних 15 минут. Значит, теперь опять мы сливаем рассол в кастрюлю. И опять будем его кипятить 15 минут. То есть этот процесс нужно сделать два раза. Ребята, теперь нам нужно в рассол добавить следующие ингредиенты. Значит, расчет на одну литровую банку. Уксуса 50 грамм. Сахара 2 столовые ложки с горкой. Соль 1 чайная ложка с горкой. Значит, теперь какой расчет нужно сделать? Это сейчас я вам рассказал на одну банку расчет. У нас их 10. Значит, мы это количество умножим на 10. А сколько у вас будет банок литровых? Вот на столько и умножайте. Надеюсь, вы поняли. Значит, подробное описание вот этих всех составляющих будет в описании под видео. Сейчас мы кладем все ингредиенты. Начинаем с соли. Значит, у нас 10 литровых банок. Значит, соответственно, нам нужно набрать 10 чайных ложек с горкой соли. Теперь мы займемся с сахаром. Значит, на одну литровую банку 2 столовые ложки с сахара с горкой. А у нас их 10. Значит, получается... Умножаем на 10 и у нас в итоге получается 20 столовых ложек сахара. Значит, добавили сюда соль и сахар. Больше ничего не добавляем. И сейчас ставим этот рассол кипятить. А после уже уксус мы отдельно нальем в банке. То есть, у нас по рецепту 50 грамм уксуса на одну литровую банку. А у нас их 10. Значит, нам нужно будет разлить в каждую банку аж целых пол-литра уксуса. Ставим в последний раз этот рассол на плиту. Ждем, когда он уже закипит. И будем его разливать по банкам. И их, наконец-то, закатывать. И чтобы быстрее он закипел, накроем его крышкой. Ребята, значит, пока рассол кипит, мы сейчас будем делать замеры уксуса. Значит, если у вас нет нервного стаканчика, да, и вы не знаете, сколько это 50 миллилитров, то, значит, вот он лайфхак. Сразу вам подсказываю. 3 столовых ложки уксуса и 1 чайная ложка. Итого мы получаем 50 миллилитров. Сейчас мы займемся разливкой уксуса. Значит, еще раз повторяюсь, 3 столовые ложки и 1 чайная ложка. Итого мы получаем 50 миллилитров уксуса. Итак, уксус разливаем по всем баночкам. Итак, повторяем процедуру. Теперь уже наливаем рассол в последний раз. Наливаем рассольчик так, чтобы он покрыл помидоры почти-почти до самого верха. И накрываем крышечкой. И так поступаем со всеми банками, которые у вас есть. Друзья, ну а теперь занимаемся закаткой банок. Этот процесс мы не будем снимать. У нас есть специальное обучающее отдельное видео, которое опубликовано на нашем канале. Поэтому ссылка будет в описании под этим видео. А также сейчас в конце появятся рекомендации. Обязательно посмотрите. И при помощи вот этого видео, которое вы посмотрите, вы обучитесь закатывать банки. Как мы сейчас, собственно, это и делаем. Первую баночку закатали. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы все нормально получилось. Теперь занимаемся остальными банками. И закатываем их. Готовые банки нужно завернуть в одеяло. Переворачиваем их вверх ногами. И укутываем одеялом. Они должны полностью остыть. Остывают одни они или сутки, или двое суток. В общем, они должны полностью остыть. Когда полностью остынут, вот тогда все окей. Тогда их вынимайте. Ну на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Возникают вопросы, обязательно пишите. Всем до новых встреч. Пока-пока.